Добрый день! Время новостей на канале ТНТ Тул. О самых главных событиях города и региона прямо сейчас. Механизм выделения грантов под проекты некоммерческих организаций в Тульской области стал прозрачным. Это сообщили накануне на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина. Создана комиссия по распределению социальных грантов. Ее возглавил председатель общественной палаты региона Александр Воронцов. Действует координационный совет и сформирован реестр НКО, который оказывает социальные услуги. Последний размещен в открытом доступе на сайте Минтруда и социальной защиты. Бассейн в собственном доме. Мечта многих горожан не радует жителей дома 23В по улице Кирова в Туле. Они уже полгода добиваются закрытия бассейна. Его разместили прямо в помещении цокольного этажа. Сейчас здесь клуб детской акваэробики. Жильцы уверены, дом под размещение бассейна не приспособлен. От сырости разрушается фундамент. У директора детского клуба своя версия. Сергей Речиц разбирался в конфликте. Кругом вода. Бассейн в подвале одного из тульских жилых домов. Вот уже полгода не дает жильцам покоя. Люди уверяют, дышать приходится хлоркой. Стены зимой промокают насквозь. Жаловались в Роспотребнадзор, в областную жилищную инспекцию. Всегда отписка то, что выявлено нарушение, а никаких мер мы так и не видим, не принимается. Жилищная инспекция отвечает, что не в их компетенции экспертизу проводить на будущее, какое влияние окажет бассейн на конструкции дома. Роспотребнадзор, их тоже лишили этих полномочий выносить такое решение. Бассейн появился в подвале этого дома год назад. Официально это клуб детской аэробики. Его директор не отрицает. Два бассейна действительно поставили. Но маленькие, разборные, размером немногим больше обычной ванны. Все лабораторные исследования, которые проводили органы Роспотребнадзора и так далее, доказали, что все в норме, все соответствует требованиям. Точно так же нас постоянно проверяют органы санэпидемстанции на качество воды, на хлориды и так далее. И все это соответствует норме. Юристы говорят, СНИПы запрещают устраивать в жилом доме бассейн. Да и открывать детскую секцию в подвале – это нарушение. Это отдельное здание, высота потолков 3,6, отдельные коммуникации. Размещать в жилом доме бассейн строго запрещено. Жильцы этого дома намерены обратиться в прокуратуру и уже там добиваться того, чтобы бассейн закрыли. Недавно на дверях подъезда появилась записка. В ней говорится, что в одном из городов детскую секцию запретили. И после нее в подвале открыли ночной клуб. Но жильцы уверены – выгонят детей, разгонят и дискотеку. Сергей Речет, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Через Тульскую область прошел первый автопробег Росгвардии вахта памяти сыны Великой Победы. В честь 72-й годовщины Победы колонна стартовала из Москвы. В Тульской области ее встреча прошла на Кургане Славы в Плавске. Здесь развернулась выставка оружия, спецтехники и спецсредств, которые есть на вооружении войск Национальной Гвардии. А в полевой кухне все желающие могли попробовать настоящую армейскую кашу. Далее автоколонна Росгвардии с шести машин вне ведомственной охраны с новой символикой отправилась по маршруту Орел-Курск-Белгород. Ей предстоит преодолеть путь около тысячи километров. В масштабах нашей великой страны это расстояние ничтожное. Но мы прекрасно понимаем, что каждый метр земли русской, он буквально пропитан кровью и потом наших отцов и дедов, которые сражались за наше отечество. А 6 мая в Тульской области пройдет любительское ралли «Драйв-тест». Трасса ралли проходит по дорогам города Тулы и Тульской области. Ее общая протяженность около 85 километров. В условиях участия обязательное соблюдение экипажами правил дорожного движения. Интересно, что зачетная трасса ралли не открывается для предварительного ознакомления. Окончание приема заявок на участие 6 мая в 8.45. Автопробег в тот же день в 9 часов. Он стартует от мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества». Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь своими новостями телефон-редакции 254545. Смотрите Тульскую службу новостей на канале ТНТ в 14.19.00 ежедневно по будням. С вами была Светлана Денброва. Увидимся. А пока реклама.